Если большинство американцев не знают, кто такие клемперы, то жители этих мест в горах Сьерра-Невады в Северной Калифорнии хорошо с ними знакомы. Во времена калифорнийской золотой лихорадки середины 19 века шахтеры, работавшие на приисках, не были допущены в благородные сообщества, такие как масоны, поскольку считались низшим классом и были в прямом смысле грязными. В качестве протеста горняки учредили свой собственный орден, который на псевдо-латыни назвали «старинное и почетное общество Клемпус Витус». Экцентричная манера одеваться до сих пор служит пародией на традиции масонов. У масонов было принято носить длинные наряды, увешанные орденами. Шахтеры, подсмеиваясь над ними, вырезали из жестяных консервных банок свои собственные медали и цепляли их на куртки и жилеты. Организация прекратила свое существование с окончанием золотой лихорадки. Однако в 30-е годы 20 века историки из Сан-Франциско нашли в архивах упоминания об ордене и решили его восстановить. Сегодня в Калифорнии и соседних штатах более 40 филиалов Клемперов. Занимаются они, помимо того, что несколько раз в год собираются на такие шумные пирожки, изучением и сохранением истории региона. В частности, калифорнийские краеведы устанавливают мемориальные доски, стремясь увековещать самые разнообразные явления и события прошлого, иногда весьма неожиданные. Среди недавних проектов памятная доска в честь борделя начала 20 века. Не обошли Клемперы вниманием и популярные в округе в 1930-х нелегальные игровые автоматы, которые во время полицейского рейда утопили в местном озере. Чтобы вступить в общество, требуются рекомендации от действующего Клемпера. Ритуал инициации заключается в том, что новичков вываливают в грязи, как дань тем немытым шахтерам, которые стояли у истоков. Жены дочерей Клемперов называют «уидерс», и исторический орден заботился о семьях шахтеров, которые потеряли кормильца. Однако Клемперы – организация мужская, и женщинам нечасто дозволяется принимать участие в их мероприятиях и собраниях. Сегодня одно из таких редких исключений. Леди сначала собираются на традиционное чаепитие, потом проходят своим собственным парадом по городку. Многие из них разделяют страсть супругов к истории окрестностей. Мы изучаем традиционное для этих мест горное дело. Мы даже работали на одной из старых машин, которая разбивает камень, чтобы добыть золото. Представляете, громкие, сильные удары о скалу непрерывно 24 часа в сутки. Рассказывают, что когда машина останавливалась, тишины пугались даже животные. Бум, бум, бум. Современное поколение американцев, говорят Клемперы, не имеет ни малейшего представления о том, как тяжело было первопроходцам выжить и освоить территорию Калифорнии. И они считают своей целью об этом рассказывать. Евгения Дюло, Настоящее время Америка, из Северной Калифорнии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова